В ОМВД по Тверской области подвели итоги борьбы с наркотрафиком за первые пять месяцев текущего года. О том, сколько выявлено преступление и сколько привлечено к ответственности, какие методы продажи наркотиков применяют преступники, расскажет Роман Быков. 382 наркопреступления зафиксированы на территории Верхней Волжья с января по май. Из них 324 тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлечено 161 лицо. При этом журналистам описали и портрет типичного изгодовителя или продавца наркотиков. Как правило, это молодежь, причем нередко из обеспеченных семей, которые разбираются в современных технологиях. Сейчас цифровая преступность очень развивается и, соответственно, и наркопреступность, которая является флагманом цифровой преступности, очень серьезно шагнула вперед. Все взаиморасчеты ведутся безналичными способами, в том числе с помощью криптовалют. Однако чаще всего такой бизнес заканчивается для закладчика тюремным сроком, причем очень большим. Нередко благодаря бдительным жильцам, которые, заметив человека, что-то закапывающее в клумбе, сразу же звонят в полицию, сообщая приметы гражданина и номера, а также марку его автомобиля. Еще одну, причем растущую проблему представляют иностранцы. За пять месяцев они совершили 33 преступления в сфере наркотрафика. Граждане ближнего зарубежья не всегда выбирают путь честной работы. Они редко устраиваются в наркокурьерах. Мы их выявляем и привлекаем к ответственности. По такому же принципу они вербуются, устраиваются в наркомагазины, иногда организованные, скажем так, гражданами той же национальности, иногда просто дистанционно. Что касается информационных технологий, то и полиция старается не отставать от времени. Например, только в интернете зарегистрировано 181 наркопреступление. Кроме того, ОМВД выявило 735 сайтов, содержащих информацию о запрещенных веществах.